Приветствую вас, и отношения восстановить, конечно, можно, но очень важно понимать, почему они испортились вообще. Вот вы пишите, что первый год был Радом, а второй год был Адом, что, собственно говоря, изменилось после начала этого самого второго года. С какого момента отношения встали Адом? Этот момент, если его разобрать, позволит понять, что толкнуло мужчину на такое поведение. Ведь, по сути, любовницы, скандалы, крики, ругань, ложь и так далее – это следствие невозможности удовлетворить свои потребности, у мужчин, по крайней мере. И, как это обычно бывает, в этом отчасти несете ответственность с вы. Вы не виноваты. Никто вас ни в чем не винит. Но нужно понимать, что то, что мужчина не получал чего-то, что ему было нужно и почему он стал искать это у других женщин. «Случилось не просто так». Вы косвенно или прямо приложили к этому руку. И да, это очень неприятно, это очень больно, но, к сожалению, такова реальность. И первое, что нужно сделать для того, чтобы, по крайней мере, создать предпосылки восстановления отношений, – это пересмотреть момент, в котором все изменилось. Почему вы начали ссориться, какие были основные причины скандала. Дело в том, что если люди ссорятся постоянно, стабильно, это означает, что у них есть какая-то общая причина для конфликта, а все ссоры – лишь следствие этой причины. Так вот, понять эту причину нужно хотя бы для того, чтобы в будущем избегать повторения подобных ситуаций. Ведь вы с мужем можете сойтись, побудет он с любовницей, поймете, что это не вы, и вернется к вам. Такой очень может быть. Особенно, если вы будете следовать рекомендациям, которые я вам дам чуть позже. Но, что будет дальше? После того, как он вернется, если вы ничего не поменяете, если вы ничего не измените в своей жизни, то все опять будет так же. И, в итоге, опять нервотрепка, опять скандалы, опять ругань, и опять любовница. С этим моментом нужно поработать. Дальше. Если ваш муж настроен откровенно против вас сейчас, на данный момент, то его пока лучше не трогать. дайте время ситуации уличиться. Дайте время всем, ему, его любовнице, себе, его родным, успокоиться. Пусть пройдет немножечко времени. А потом постепенно начните вновь с ним общаться. любым удобным для вас способом, неважно каким. И общение это строить нужно. Надо про желательные основы. То есть, просто узнайте, как у него дела, без каких-то претензий, без каких-то намеков, без чего-либо. Просто пообщаться как-то. Ну, не чужие люди. И именно с этого начнется новая века в ваших отношениях. Если сможете построить общение, контакт на таком уровне, на уровне дружеском, доброжелательном, сможете понять, есть ли у мужчины к вам чувства или нет. И если есть, то при таком поведении ваши они рано или поздно проявятся. И у вас появится возможность своего мужчину вернуть. И тогда цель вашего вопроса будет достигнута. Мужчина вернется к вам. Но как я уже сказал, изначальную проблему, на которой возникли между вами конфликты, ссоры, измены и прочее, его возвращение не решит. Проблему нужно выявить и устранить. Только так можно рассчитывать на успешный, удачный брак. Счастливых к тому же. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в кличку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока я желаю вам всего доброго и удачи, а также принятия верного решения относительно дальнейшей своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин.